Продолжение следует... Продолжение следует... В рубрике «Воспитание» постоянный автор журнала «Славянка» Татьяна Грудкина размышляет о воспитании девочек. Статья повествует о том, в чем призвание женщины и почему нравственное состояние мужчин напрямую зависит от чести и достоинства женщин. Рубрика «Воспитание» «Воспитание» и «Семья» рассказывает о радости многодетности. Наталья Рымаренко, управляющий партнер Центра «Рождество» и «Мать пятерых детей», делится своим опытом многодетности. Рассказывает о том, как меняется семья с появлением очередного ребенка. Как распределять свои любовь и внимание одинаково на всех детей. Как выполнять многочисленные домашние обязанности, оставаясь при этом полной сил и энергии. В материале «Женщины в истории России» рассказывается о судьбе и подвиге Екатерины Михайловны Бакуниной, ставшей во время Крымской войны сестрой милосердия и превратившей это святое служение в духовное призвание жизни. Из всех праздников «Рождество Христово» самый семейный праздник, говорит протеерей Сергий Николаев в своем слове пастыря. Для нас рождение Спасителя в семье – свидетельство святости брака и подтверждение Божьего благословения семьи. Как зло под видом добра старается разрушить семейные ценности, и как сохранить самую аристократическую форму жизни – об этом размышления отца Сергия. В этом номере также публикуются традиционные рубрики, такие как «Азы православия», «Женские судьбы», «Кулинария», «Рукоделие» и «Детское». Уважаемые телезрители, журнал «Славянка» выходит в свет шесть раз в год. Издание можно приобрести во многих книжных лавках, при монастырях и храмах Москвы и более чем в 50 епархиях России. Продолжит программу обзор свежего номера газеты «Чеховского благочиния» «Добрый пастырь». Выпуск тематических номеров – одна из традиций этого издания. Многие читатели рассказывают, что подолгу хранят в своих домашних библиотеках номера, посвященные тысячелетию русского присутствия на Святой горе Афон, новомученикам, лопасненским и церковным таинствам. Каждый такой выпуск становится своего рода энциклопедией, написанной не по готовым изданиям или информацией из интернета, но на основе материала, самостоятельно собранного журналистами газеты. Кстати, стоит отметить, что наполнять газету эксклюзивным содержанием удается во многом благодаря стараниям участников Чеховского клуба православных журналистов, действующего при газете «Добрый пастырь». Далеко не все они имеют профессиональную журналистскую подготовку. Есть среди них педагоги, священнослужители, медицинские работники, люди с техническим образованием и даже школьники. Но все они объединены высокой целью нести людям доброе слово, сделать их жизнь ярче, рассказывать о радости православной веры. Представленный свежий номер почти полностью посвящен важной для чеховского благочиня дате 330-летию основания храма зачатия праведной Аннею Пресвятой Богородицы. Он открывается подробной исторической справкой, напоминающей читателям об удивительных и порой даже невероятных эпизодах существования этой главной городской святыни, связанной с именами многих известных дворянских родов, в том числе и рода Александра Сергеевича Пушкина. Здесь же приводится интервью настоятеля храма, священника Константина Александрова, о том, как продолжаются ныне церковные традиции, заложенные в зачатие многими поколениями прихожан. В традиционной рубрике «Человек веры» речь идет о Лидии Егоровой, старости зачатевского храма, которая исполняет свое послушание почти 20 лет, и о старейших прихожанках, вынесших на своих плечах все тягоды возвращения храма верующим после его закрытия в годы хрущевского гонения на церковь. Наверняка небезинтересно будет познакомиться читателям с современным широким диапазоном жизни храма, побывать на занятиях библейско-богословских курсов и на уроках в воскресной школе, а также на репетиции детско-юношеского церковного хора. В церковной библиотеке, которая совсем недавно пополнилась новым уникальным изданием – книгой «Земля Лопасненская», написанной журналистом и краеведом Ольгой Авдеевой. Есть в газете материалы, выходящие из тематических рамок номера. Возможно, интерес школьников вызовут материалы молодежного обозрения, своеобразной газеты в газете. И особенно небольшое интервью с одним из победителей конкурса чтецов, прошедшего в рамках муниципальных и рождественских чтений, Никитой Меркуловым, в котором юноша откровенно рассуждает о войне, ее героях и своем поколении. Также, без сомнения, приятно будет читателям вновь погрузиться в атмосферу творческой встречи с журналистом, радио- и телеведущим Константином Мацаном, прошедшей в декабре в Чеховском городском театре. Газета «Добрый пастырь» плотно наполнена информацией, и даже многие объявления на ее последней странице — это сжатый до нескольких строк небольшой рассказ о делах. Уважаемые телезрители, познакомиться с архивом номеров газеты «Добрый пастырь» можно в храмах и библиотеках Чеховского благочиния, а также на сайте газеты добрыйпастырь.ру. Вышел в свет из печати очередной номер православной газеты «Церковная жизнь». И вот темы этого выпуска. В статье «Большие сердца маленьких приходов» вы узнаете, почему клирики и миряне из разных благочиней одной Покровской епархии не задаются вопросами, кто их ближний, не ищут легких путей и убеждены, что делать добрые дела совсем несложно. В следующей рубрике «Малая церковь» речь пойдет об эмоциях. Должны ли педагоги и родители скрывать свои чувства? Обязаны ли реагировать на происходящее вокруг флегматично и даже отстраненно? А главное, не ранит ли такое поведение ребенка? Поможет ли ему стать чутким, отзывчивым человеком? Если вы тоже задаетесь этими вопросами, то в поисках ответов присоединяйтесь к Валене, одному из авторов газеты. Господь не только заповедовал милосердие, он явил и являет его нам, очень часто через своих угодников. Их святые мощи являются проводником благодати. Как христиане смогли почувствовать ее, с какого времени стали чтить ее нетленный источник? Об этом и многом другом читайте в статье «Почитание небожителей». А в материале «История Зачатьевского монастыря» публикуется рассказ о святой обители, также отмеченной божественной благодатью. «Они закрывали с собой детей». Так называется материал воспоминания, дань памяти руководству и педагогам школы номер один в Беслане. Ценой собственной жизни они спасли десятки заложников, своих учеников. На страницах газеты читатель познакомится с именами и судьбами самоотверженных учителей. Пост – это тоже милость Бога по отношению к верующим. Это возможность потрудиться, очистить сердце и душу, подготовиться к светлому празднику Рождества Христова. Эту хорошо известную истину еще раз подтверждают заметки юных авторов в рубрике «Детская страница», которой завершается декабрьский выпуск. Уважаемые телезрители, спрашивайте новый номер газеты «Церковная жизнь» в храмах Покровской епархии. Электронная версия издания представлена на сайте правпокров.ру Читайте и узнайте много нового, интересного и душеполезного. Спасибо за внимание, всего доброго, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин